Смертельное ДТП случилось накануне в центре города на улице Сиитова. В результате столкновения с Жигулей и автобусом скончалась пассажирка. Ребенок госпитализирован. Еще один человек погиб сегодня около 9 утра на автодороге Самара-Шенкент в Алгийском районе. Вблизи поселка Саратугай столкнулись грузовая Вольво и ВАЗ-2110. С дефицитом сжиженного газа столкнулись актюбинские автовладельцы. Энергетики объясняют топливный дефицит трудностями в логистике и снижением объемов отгрузки. Жизнь займы и просроченные кредиты. Без зарплаты остаются водители осенизаторских машин. Возмущенные коммунальщики обратились в Акимат и нашу редакцию. В эфире программа «Факт» в студии Гухар Тургаева. Здравствуйте! Спутник передает синоптики КАЗ «Гидромета». Опубликовали прогноз погоды в Казахстане на 24-26 августа. В ближайшие трое суток на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром. Возможно, выпадение града, сообщает КАЗ «Гидромет». Сильные дожди и постепенное понижение температуры воздуха прогнозируется на западе, северо-западе, севере и востоке страны. Спутник передает тело десятого утонувшего. Обнаружили спасатели в реке Сардарье в Туркестанской области. Сейчас ведутся поиски последнего погибшего. Предположительно, это утонувшая девочка. Ранее в Акимате Туркестанской области рассказали подробности трагедии. Они ехали после праздника ТОЯ и решили отдохнуть возле реки. Не было даже там какого-то пикника. Просто решили посидеть. Они не купаться приехали. Они знали, что там места не для купания. Там в основном ловят рыбу. И они услышали крик ребенка и побежали все на помощь. Видимо, он скользнулся. А там болото, грязь. И вот один за другим они ушли. Рассказали в пресс-службе. Известно, что у реки отдыхали 4 родственные семьи из 20 человек. 11 из них погибли. Смертельное ДТП случилось накануне в центре нашего города. В результате столкновения ВАЗ-2107 и автобуса скончалась пассажирка легковушки. А 10-летний ребенок, также пассажир легковой автомашины, был госпитализирован в больницу. 22 августа, примерно в 15 часов, на улице Сейтово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины ВАЗ-2107 и автобуса ДЭУ. В результате ДТП пассажирка автомашины ВАЗ от полученных травм скончалась на месте происшествия. И 10-летний ребенок госпитализирован в больницу. По данному факту начато досудебное расследование. И еще один человек погиб уже сегодня около 9 утра на автодороге Самара-Шимкент в Волгинском районе. Вблизи поселка Саратугай столкнулись грузовая Вольво и ВАЗ-2110. В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-2110 скончался на месте происшествия. Департамент полиции Октябрьской области призывает всех участников дорожного движения соблюдать строго правила дорожного движения. Погибшему водителю «Жигулей» было 44 года. По факту смертельного ДТП начато досудебное расследование. В департаменте полиции сообщили, что выясняют, при каких обстоятельствах произошло столкновение автомобилей. С проблемой дефицита газа на городских АГЗС столкнулись октябинцы. В последнее время отсутствие голубого топлива наблюдается почти на всех заправках, что, конечно, раздражает местных автолюбителей. В чем заключаются проблемы, выясняли наши журналисты. Газа нет. Именно это можно услышать сейчас почти на всех автогазозаправочных станциях города. А там, где его все-таки удалось найти, автовладельцам придется отстоять немаленькую очередь. Везде ажиотаж, очередь на газ. Стоим здесь, на других заправках даже нет его, хотя у нас в городе процентов 60 машин на газбаллонах ездят. Очень большая очередь, а времени нет стоять, но и выхода тоже нет. Хотя бензин есть и на том спасибо. По цене газ не изменился, 54 тенге за литр так и остался. Тоже про бензин могу сказать. Вроде в цене не меняется. В областном управлении энергетики газовый дефицит объясняют трудностями в логистике и снижением объемов отгрузки топлива с заводов. Так, в августе из 13 тысяч тонн, покрывающих потребность региона, на заправке было отгружено только 9 тысяч. Кстати, в сентябре принять планируется тоже меньше нормы – 10 тысяч тонн. Связано это с плановыми ремонтными работами на заводах. На август месяц текущего года всего было выделено 13 тысяч 714 тонн жирно-нефтяного газа. По состоянию на 23 августа отгрузка с трех заводов составила 9 тысяч 105 тонн, что, соответственно, составляет 66% от общего объема. Также стоит отметить, что в августе месяц снижил отгрузку железнодорожным транспортом. Если в день они отгружали по 1200-1300 тонн, то отгрузка в августе составила по 800 тонн. Что касается бензина, то его дефицита в городе пока не наблюдается, и октябренцы на подорожание пока не жалуются. Так, бензин марки АИ-92 сейчас реализуется по цене 192 тенге за литр, АИ-95 – 215 тенге. Жанна Исалдинова, программа «Факт». Без зарплаты остаются водители осенизаторских машин в Актюбе, которые теперь вынуждены занимать друг у друга деньги или брать кредиты, чтобы обеспечить свою семью и отремонтировать спецтехнику. Со своей жалобой обиженные коммунальщики обратились в Акимат и нашу редакцию. На что нам жить? Таким вопросом задаются октябренские водители осенизаторских машин. Летнее время – это период, когда зеленые насаждения города, парки и скверы нуждаются в поливе. Этим они и занимаются. Трудятся почти без отдыха. Но вот уже целый месяц они ждут, когда же труд 50 человек будет оплачен. Проблема наша заключается в том, что нам за июль месяц не выплачивают деньги. И вообще постоянно задержка идет. Почему-то с упоркой. Мы заняты поливом города, озеленением города, поливаем цветы по всему городу. В связи с этим, что у нас зарплату задерживают, мы вынуждены перезанимать друг у друга, заправлять автомобили, опять-таки расходный материал, запчасти. Подобная проблема на их практике возникает не впервые. Аналогичная ситуация с задержкой зарплаты наблюдалась и весной этого года, когда бравые коммунальщики спасали город от талых вод. Надеялись, что ситуация не повторится, но их надежды не оправдались. В общем, за июль месяц им задолжали несколько миллионов тенге. Сегодня они собрались у здания городского Акимата, чтобы получить точный ответ на свой вопрос, когда им ждать честно заработанных денег. Ведь не за горами новый учебный год, а это значит, что расходы семьи выросли в несколько раз. Со своей стороны, власти города заверили коммунальщиков, что точный ответ будет дан в ближайшее время. Жанна Исалдинова, программа «Факт». 15 лесных, 2 степных пожара и 60 загораний степных массив на общей площади 1786 гектаров было зафиксировано в Октябрьской области в текущий пожароопасный период. По сравнению с прошлым годом, все показатели превышены в несколько раз. О том, какие противопожарные меры принимались на территории Октябрьской области, рассказали спасатели. Более 300 пожаров произошло в Октябрьской области с начала пожароопасного сезона. По сравнению с прошлым годом, цифра значительно увеличилась. В худшую сторону изменились и отдельные показатели. Например, в этом году в регионе случилось 15 лесных пожаров, тогда как в прошлом их было в 7,5 раз меньше. На 100% увеличилось и количество степных пожаров, рассказали специалисты ДЧС. На сегодняшний день на территории Октябрьской области зарегистрировано 318 пожаров, в результате которых погибло 9 человек, получили травму различной степени тяжести 9 человек. Материальный ущерб составил более 174 миллиона тенгель. В текущий период в 2023 год зарегистрировано 15 лесных пожаров, 2 степных пожаров, также зарегистрировано 60 загораний степных массив на площади 1786 гектаров. Тем не менее, в области активно проводятся мероприятия, направленные на профилактику пожаров в летний период. Дефицита спецтехники для ликвидации чрезвычайных ситуаций не наблюдается. Более того, планируется закуп еще нескольких сотен единиц пожаротехнического вооружения и оборудования. Для ликвидации природных пожаров в регионе имеется 97 единиц вспомогательной техники, 16 единиц специальной техники, 81 единица пожарной техники, 5 пожарных поездов, 320 недобровольных противопожарных формирований с численностью более 2000 человек, охрану лесов от пожаровощряемых и 8 лесных хозяйств, на которых имеется 7 лесопожарных спасательных пожарной техники, лесопожарных станций. Добровольные пожарные вооружены более 700 единиц приспособленной техники, более 200 пожарных мотопомб и более 1600 единиц ранцевых огнетушителей. Кроме того, спасателями совместно с полицейскими проводятся и рейдовые мероприятия. По итогам более 600 проверок к административной ответственности за несоблюдение безопасности окружающей среды были привлечены 792 нарушителя. 118 из них заплатили штраф общей суммой 5 миллионов 334 тысячи 925 тенге. Жанна Исалдинова, программа «Факт». Более 4000 октябринок обратились с начала года за помощью на телефон доверия 150, сообщает департамент полиции. Все они стали жертвами домашнего насилия и нуждались в профессиональной помощи специалистов. В структуре департамента полиции в настоящее время действует специальное подразделение по защите женщин. Его задача – защита от противоправных посягательств, оказание правовой социальной и психологической помощи. Аналогичные службы работают и в районах области, причем их сотрудники имеют право самостоятельно выносить предписания в отношении правонарушителей, уже совершивших преступления или создающих угрозу. С начала года консультации получили 4000 женщин, в кризисные центры Актубе обратились 250. По результатам расследований к уголовной ответственности привлечены 12 человек к административной 2180. КАСАК, сообщает президент Казахстана Касым Жамартакаев, примет участие в саммите БРИКС, сообщает пресс-служба Аккорды. 24 августа глава государства Касым Жамартакаев примет участие посредством видеоконференц-связи в заседании диалога глав государств в формате БРИКС+, который состоится в рамках 15-го саммита БРИКС в Йоханнексбурге. По приглашению президента ЮАР Сирила Ромахвоссы, президент Казахстана выступит на заседании в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества, говорится в сообщении. В продолжении смотрите новости республики. Экспертов из России и Германии пригласили расследовать причины пожара в шахте Казахстанская. На месте пожара проведут 7 экспертиз, сообщил замглавы комитета промышленной безопасности МЧС Мусата Набаев. Иностранных экспертов ждут в ближайшее время. Утром 17 августа в шахте Казахстанская Арселор-Митл-Тимиртау в городе Шахтинске произошло возгорание конвейерной ленты. В этот момент в шахте находилось 227 человек. За медицинской помощью обратились 13, 6 из них были госпитализированы, 5 горняков погибли. Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что стоит вопрос смены собственника Арселор-Митл-Тимиртау. Лесной пожар ликвидирован в Наурзумском заповеднике Кустанайской области. Предварительная площадь горения – 807 гектаров. На втором участке, где на 10 гектарах горел сухой камыш, пожар ликвидирован 22 августа. На третьем участке в районе отделения Кара-Майши локализован в тот же вечер. Сейчас производится окарауливание и дополнительная опашка по периметру возгорания. Причина и общая площадь пожара устанавливаются. Арсенал оружия изъяли при ликвидации ряда секс-притонов на севере Казахстана. Одновременно на территории Павлодара и Кебастуза ликвидированы 5 притонов, законспирированные под салоны боди-массажа, где предположительно занимались проституцией и сводничеством. В ходе обыска изъяты 10 миллионов тенге и полторы тысячи долларов, два охотничьих ружья, два газовых пистолета, кастет, наборы белья для ролевых игр, рекламная продукция, прайс-листы, визитки и подарочные сертификаты. В органы полиции доставлено более 30 лиц, в том числе администраторы, массажистки и клиенты заведений. Полицейским установлены владельцы и организаторы массажных салонов, позиционирующие себя в качестве бизнесменов. Молодым казахстанцам на селе до конца года выдадут 5796 микрокредитов на 29 миллиардов тенге, сообщили в пресс-службе правительства. Механизм льготного микрокредитования молодежи запустили в этом году через аграрную кредитную корпорацию. Льготные кредиты одобрили в основном для предпринимателей сферы животноводства, оказания услуг, торговли, растениеводства и легкой промышленности. Кредит предоставляется гражданам в возрасте от 21 до 35 лет на открытие или расширение своего бизнеса. Более 84 миллионов тенге собираются выделить на питание учеников начальных классов в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства культуры и спорта. По поручению главы государства с начала нового учебного года все ученики начальных классов будут обеспечены бесплатным питанием, в том числе и дети, которые учатся в школах в сфере культуры. Так, при корректировке республиканского бюджета были поддержаны бюджетные средства на питание не проживающих в интернате учеников первых-четвертых классов на 84 миллиона тенге. Во втором блоке программы смотрите следующие сюжеты. У актюбинских аграриев в разгаре зерноуборочная компания. Намолочено уже 72 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность составляет порядка 10 центнеров с гектара. Школы помогают своим воспитанникам подготовиться к новому учебному году, до которого остаются считанные дни. Традиционная благотворительная акция прошла в четвертой школе. Проект «Антикоррупционное волонтерство» сортовал в Актюбинской области. Студенты, общественники и просто неравнодушные люди будут помогать пресекать коррупцию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн на сайте rikotv.kz. Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Продолжение следует... 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 С тех пор команда Валерия Карпина провела 5 товарищеских матчей с командами Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана и Ирака. Купи 6 билетов Лото 6 из 49 стоимостью 1800 тенге и получи шанс выиграть кроссовер. Розыгрыш состоится 30 августа. Билеты в точках продаж лотереи, в отделениях почты и на сайте ez.kz. Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн на сайте rikotv.kz. Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Расширьте возможности вашей рекламы. Новая услуга реклама с QR-кодом. Это возможность перехода в один клик на ваш сайт или страничку в инстаграм. При просмотре ролика на rikotv или баннера в газете Эврика. Все что нужно навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба медиагруппы Рика. Звоните 220-250-222-300. Читай газету в телефоне ежедневно и бесплатно. Эврика всегда с тобою. Подпишись в телеграм и инстаграм. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин